МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи в студии Мария Руда. Сегодня у нас в гостях Павел Владимирович Панин, заместитель руководителя Рязанского УФАС России. Павел Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, среди прочих вопросов вы курируете контроль за органами власти. Наверное, тема такая очень интересная, обширная. Расскажите, были какие-то нарушения среди наших региональных органов власти, которые вы раскрывали? Тема действительно обширная. Нарушения мы выявляем регулярно, их много. Нарушения выявляются на основании поступающих в Рязанского УФАС материалов. Это материалы прокуратуры. Также можно выявлять нарушения самостоятельно. Чаще всего нарушения происходят по органам власти статья 15-16 законов защиты конкуренции. Ограничение конкуренции со стороны органов власти путем совершения каких-то действий, бездействий или принятия нормативных актов, которые могут ущемить конкуренцию. Одно из последних резонансных дел, так сказать, это было Рязанскому УФАС вынесенное решение. Администрация города Рязани признана нарушившей статью 15 законов защиты конкуренции. Нарушение выразилось в том, что администрация Рязани издала постановление, в результате которого муниципальный бюджетное учреждение, специалистичная служба по вопросам похоронного дела ритуал, получила возможность совмещать властные полномочия, определенные в сфере похоронного дела. И помимо этого она еще являлась хозяйственным субъектом. То, что она хозяйственным субъектом, это было закреплено в этом положении, но при этом она фактически осуществляла приносящий доход деятельности. Мы запрашивали ответственный материал, когда рассматривалось дело. Это было подтверждено, прибыль там приличная. Согласно сложившейся арбитражной практике высших судов является нарушением, такое совмещение деятельности. Было выдано администрации Рязани предупреждение, установленный срок, для которого оно должно быть исполнено. Но в установленный нами срок предупреждения исполнено не было. Не было заявлено администрации Рязани ходатайства об увеличении срока. Нарушения не признали. И мы были обязаны, согласно законности конкуренции, возбудить дело. Дело было возбуждено. Прошло несколько заседаний комиссии. В результате чего вынесено решение о том, что администрация Рязани признана нарушение. Выдано предупреждение администрации города Рязани, установлен месячный срок для исполнения. Собственно, мы после этого проследим за тем, как оно будет исполнено. Будет ли прекращено нарушение. А что грозит нарушителям? Административная ответственность в виде денежного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Для администрации, наверное, это не такие большие деньги. Это деньги не администрации города Рязани. Это деньги должностного лица. В рамках административного производства будет установлено, какое должностное лицо допустило такое нарушение. Оно и будет увеличено. Оно, как физлицо, будет оплачивать этот штраф. Деньги бюджета здесь никак не затрагиваются. Павел Владимирович, скажите, пожалуйста, давайте напомним немножечко, что это за закон о защите конкуренции, что он гласит и что запрещает? Закон о защите конкуренции номер 135. Принят относительно недавно. Нужен для того, чтобы в Российской Федерации конкуренция была здоровой, как во всем остальном цивилизованном мире. Не допускается ограничение конкуренции со стороны как других хозяйств субъектов, как и органов власти. Они могут выражаться по-разному. Признаки нарушений устанавливаются антименопольным органом, индивидуально исходя из каждого дела. То есть это не просто, не всегда это формальные нарушения и влечет с собой сразу же автоматически все признаки вот этого состава. Но исходя из многих совокупных признаков, это нужно делать запросы, собирать доказательства множественные, коллегиально думать об этом и устанавливать признаки нарушения. При Рязанском УФАС есть общественные советы, это вот совет по рекламе и общественный совет при Рязанском УФАС. Там мы общаемся на общие темы, значит, какие-то вопросы мы вносим на рассмотрение этому совету. Члены совета по нему дают свои экспертные заключения. Павел Владимирович, ну скажите, пожалуйста, можно привести какой-то пример нарушения этого закона, чтобы было наглядно понятно, что так делать нельзя. Одной из болезненных тем, к которому мы сейчас пришли, это активное направление нами сейчас развивается, мы ведем активно по нему работу. На территории города Рязани установлены многочисленные незаконные рекламные конструкции. Это рекламные щиты, это пилоны, это настенные панно на муникуративных домах. Что касается рекламных конструкций, на них обязательно администрация города Рязани, в рамках нашего муниципального образования, должно быть выдано разрешение. И выясняется, что, наверное, порядка 40% рекламных конструкций у нас установлено, эксплуатируется без разрешения. Мы эти факты все выявляем. Неоднократно выдавались администрации города Рязани предупреждения. Одно предупреждение, в частности, было исполнено, одно предупреждение не было исполнено. Было возбуждено дело. Вот оно сейчас находится все еще на рассмотрении. Но при этом мы все-таки считаем, что не должны идти по жесткому пути, чтобы это заканчивалось именно решениями, которыми признается администрация муниципального образования нарушившей. И это заканчивается штрафами. Мы считаем, что это достаточно жесткий подход. Мы неделю назад собирали совещание с представителями органов местного управления, о котором объяснили, что таких нарушений очень много. Дали возможность несколько месяцев органам местного управления самостоятельно все-таки активизировать свою работу, проанализировать рынок рекламных конструкций, где они там расположены, законно-незаконно, и чтобы они самостоятельно вот эти рекламные конструкции, если они действительно незаконно стоят, демонтировали. Чтобы мы не каждый раз шли по пути выдачи предупреждений. А предупреждение, оно должно исполняться в установленный срок, а срок может быть пропущен, тогда будет возбуждено дело, там уже дальше будет решение, и кто-то признан нарушившим. Каждый раз нам, чтобы не привлекать к ответственности, мы дали возможность самостоятельно им провести такую работу, активизироваться. Если они действительно многие рекламные конструкции демонтируют, тут, собственно, поводов для выявления нарушений не будет. Но если ситуация так останется достаточно плачевной, мы будем вынуждены по каждому случаю это перепреждение, возбуждать дело, штрафовать, куда деваться-то. Ну, наверное, это не очень правильно, как-то не очень либерально, потому что ответственность достаточно серьезная. Скажите, пожалуйста, ну, наверное, здесь, вот именно в этом вопросе закон о конкуренции граничит немного с законом о рекламе, правильно? Да, потому что здесь нарушается не столько положение закона 38-го рекламы, сколько закон о конкуренции, потому что, когда стоит незакон рекламы конструкции, по мнению антинопольного органа, подтверждается многочисленное решение судов, создается преимущество какому-то хозяйшему субъекту ввиду того, что рекламы конструкции там стоять не должна, есть определенные требования размещения рекламы конструкции, она там стоит самовольно, то есть, хозяйший субъект не потратил никаких ресурсов, может быть, временных, для того, чтобы эту рекламу конструкцию согласовать, установить ее в соответствии с требованиями, вот, а он поставил ее самовольно, быстро, очень просто, тем самым, без каких-либо барьеров, сразу начал ее эксплуатировать, получать доход от ее эксплуатации, она же дает в аренду, стоит каких-то средств. Ну, плюс еще, это, наверное, портит как-то облик города, когда дается разрешение на установление тех или иных рекламных конструкций, то, по крайней мере, это согласовывается с несколькими ведомствами, правильно? Есть административный регламент, утвержденный по словам администрации города Рязани, да, там вся процедура расписана, каким образом сроков создается рекламная конструкция, касается архитектурного направления, если мы заглянем в эту схему, даже с установителя антинопольного органа, смотрим на город Рязань, мы видим, что там, где рекламная конструкция быть не должно, она там стоит, где рекламная конструкция одна, их там две, где конструкции по схеме две, их там три, пять и более, то есть, собственно, это видно, я живу в городе Рязани, работники антинопольного органа нашего живут в Рязани, они все ежедневно как бы обращают на это внимание, собственно. Вообще, что касается размещения рекламной конструкции на фасадах на квартирных домах, то их вообще там быть не должно. Были соответствующие поправки, это не допускается. То есть, ранее эта конструкция рекламная, она принималась решением собственниками этих живых помещений или нежилых, согласовывались администрации в городе Рязани, удавалось разрешение, эта конструкция эксплуатировалась. Вот, теперь же, даже если имеется согласие собственников жилья, такие рекламные конструкции не допускаются. Мы их выявляем, об этих фактах будем уведомлять органы местного управления для того, чтобы они предпринимали какие-то действия для демонтажа. Скажите, а с чем это связано? Это опасность пожара или еще с чем-то? Это, скорее, нарушает облик города, потому что, все-таки, для того и схема размещения рекламных конструкций, она и согласовывалась, разрабатывалась, для того, чтобы понять, где она уместна, где неуместна, где, может быть, она нарушает правила дорожного движения, влечет опасность, обзорность ущемляет. Скажите, если пройтись по центру города рекламную, везде, просто и на домах, и не только, как вы с этим боретесь? Все-таки, где-то реклама, она законна, в схеме она установлена, на нее выданы соответствующие разрешения администрации города и здания, и рекламные конструкции какие-то, они эксплуатируются законно совершенно, к ним претензий нет. Имеется в виду те конструкции, которые хозяйственными субъектами, работающими в рекламной сфере, устанавливаются самовольно. Павел Владимирович, а вот самый интересный вопрос, наверное, к вам напрямую могут сами люди обращаться, или вы через прокуратуру, через какие-то органы власти работаете? Граждане, юридические лица, предприниматели могут обращаться к нам с заявлениями, с жалобами, могут должностные лица этих юридических лиц, предпринимателей или граждане записаться на прием к руководителю управления, пообщаться на какие-то интересующие темы. Какие-то материалы поступают нам из контрольных органов, из прокуратуры, из счетной палаты. Мы взаимодействуем с общественными организациями, с какими-то, проводим совместными семинары, совещания по обсуждению значимых вопросов. Вот таким образом получаем информацию. По каким-то категориям дел мы самостоятельно выявляем нарушения, по ним выдаем предупреждения или возбуждаем дела нарушения антинополиального законодательства. Ваш отдел занимается еще и торгами. Расскажите об этом поподробнее. Что это за торги и каким образом вы это все контролируете? Одно из направлений, которые курируют, это статья 18.1 законочной конкуренции. Это торги, которые не относятся к государственным закупкам. Государственные муниципальные закупки курируют у нас другое отдел, другое направление. Это торги по большей части аренды продажи земельных участков, приватизация государственного муниципального имущества. Таких торгов проводится очень много. Органами местоправления жалоб много. Часто выносятся нами решения комиссии Редакторского фаз о нарушениях. Нарушения бывают связаны с порядком проведения таких торгов. Где-то срок приема заявок стоит не такой, как нужно. Где-то установлены избыточные требования к составу заявки. А где-то комиссия организатора торгов незаконно не допустила заявку до участия в этих торгах. Каждые жалобы рассматриваются комиссией индивидуально по ней принимаются решения. В случае есть нарушения организации торгов или комиссия ее признается нарушившим. Выдаются предписания об установлении нарушений. И конкуренция таким образом восстанавливается. Павел Владимирович, я не могу не задать этот вопрос. Он немножечко, даже не немножечко, а сильно всколыхнула общественность. Это цены на бензин. Повышение цен какое-то колоссальное. Просто при этом при всем ожидается еще большее повышение цен в июле. С чем это связано? Каким-то образом ваше ведомство федеральное наше Рязанское может влиять на повышение цен? Рязанская УФАС Россия конечно же подключилась к этому вопросу. Некоторое время назад было в Рязанскому УФАС проведено совещание на эту тему, куда были приглашены представители оптовых организаций по продаже горючатых материалов и представители автозаправочных станций. Представители автозаправочных станций пояснили, что по крайней мере по их заправкам повышение связано с ростом цен на нефтепродукты у оптовых продавцов. Этот вопрос под контролем у антименопольного органа. Мы будем следить за ситуацией, за стоимостью нефтепродуктов и при необходимости мы примем процессуальные меры, данные нам законно-конкуренции. Павел Владимирович, на этом, к сожалению, наша программа подошла к концу. Спасибо за то, что нашли время, пришли к нам, ответили на вопросы. До свидания. Спасибо. Всего доброго. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова